Добрый день, дорогие друзья! С вами студия Новая планетарная телевидение Мария Карпинская, Южная Индия. И сегодня мы с вами немножечко обкатаем тему такую. Народная пословица говорит, рожденный ползать, летать не может. И это правда. Чтобы тот, кто ползал, стал летающим, нужно, чтобы прошли годы эволюции, тысячелетия, это невозможно. Относится это и к людям. Есть люди, которые прожили чисто материальную жизнь, материалистическую, и вот вдруг ни с того ни с сего поменяли свое имя, фамилию, и рожденные ползать стали учить летать. Вот это самая интересная тема. И таких, которые учат летать, рожденных ползать, это сейчас тысячи тысяч. Я удивляюсь. Честно говоря, я давным-давно слушала такого Николая Астровски, по-моему, который по поводу еды. Ну, когда я только включила, мне очень там понравилось, что он проповедовал вегетарианство. Не ешьте бедных животных. А потом все время ветхие советы. С праха придешь, у праха уйдешь. В общем, это его пропаганда. Он туда пусть и уходит. Это его путь. Но то, что этот человек сам, все, что он показывает, и даже то, что он сам не умеет летать, это понятно, что он сам ползает. И вот этот ползающий учит летать кого-то. Я многим даже рекомендовала его, но сейчас понимаю, что он уже нагоняет, нагоняет, нагоняет бесконечно для того, чтобы зарабатывать деньги на своих книгах. Второй такой экземпляр, которого я назову из сейчас народившихся, который уже набрал себе адептов, это Панасенков историк. Долго-долго он там вел, вел семинары дорогие, демонстрировал богатый образ жизни. Но фиг был с ним. И сейчас он уже в интернете ведет вот эти вот прямые эфиры с открытым чатом. И берет там суммы разные в чатах, начиная от маленьких, там просто ты можешь участвовать в чате. А если ты можешь задать вопрос, чтобы тебя ответили, то уже 7 тысяч рублей. Ну, если найдутся такие на всю голову дернутые, богатенькие, а он гей, которые, ну, которым он нравится, и которые его адепты уже стали, конечно, они будут платить эти деньги. Из тех, сквозь которых мне пришлось пройти и пойти дальше, пройти это Эвиссарион, бывший милиционер, который, конечно же, не мог никогда летать, это рожденный был ползать, но стал в секте поучить летать. Собрал группу огромную в Сибири, сделал секту, и эта секта живет по законам, всех учит ползать. Мигрея, которую изобрел Анастасию, исходя из всяких женских энергий и мыслей женщин о самих себе и мечтах, тоже это рожденный ползать. И если только на него посмотреть, это же его образ жизни, его все-все-все, ну, я вот тоже близко рядом была, рожденный ползать, учит летать. Или учит вгрызаться в землю, для того, чтобы люди не летали. Сейчас приближается время, время, как оно называется, апокалипсис, оно идет уже благодаря, извините, что я говорю, коронавирусу. Происходят такие вещи, что рушится экономика, рушатся банки, денежные системы, уходят многие люди, заболевают коронавирусом люди из высших слоев, не выбирает коронавирус, кого, так сказать, за горлышко взять. Вот я много раз говорила, что нужно остерегаться его, потому что это химера, которая всех их задушит. Мы к химере отношения, давайте так, не имеем, потому что мы ее не создавали, и мы в ней не участвуем. Мы те, кто мои единомышленники, это люди мирные, это люди в основном вегетарианцы, или хотят стать таковыми, люди, которые учатся жить по-новому. И в новый мир мы войдем уже другими. Но те, кто вот такие, создают в себе адептов, те, кто ползают, они же ползают, они что делают? Они хотят войти в новый мир, хотя бы по кускам. У нас в копчике находится энергия кундалини, или ее называют жизненная сила. Они пытаются входить через вот островский, сам он не может летать, поэтому он может войти в копчик через других людей, у которых открыта энергия кундалини. То есть вот такие ползающие, извиняюсь, они ползают в своих адептов, там расселяются, и собираются, кто из адептов перейдет в новый мир, они тоже хотят проскочить. Надо это понимать, надо это знать, потому что все вы смотрите сейчас видео разные, и может нечаянно через вас вскочить какая-нибудь мразь, часть кого-то, да? Поэтому нужно каждый день себя как бы чистить. То, что я говорила, великий космический закон, свели действия, действия в пределах великого космического закона. Великий космический закон, оберегающий нас, повелевает. То есть где-то что-то почувствовали, немедленно, все духи, все какие-то мысли чужие, все чужое, немедленно покинуть меня. Если нет, создаете мешок, пылесос и отсасываете по счету 10-9 до нуля. Все это считаете и отсасываете всю эту гадость в этот мешок. Этот мешок потом завязываете и подставляете, призываете великий космический огонь, чтобы этот космический огонь все это забрал, сжег и отправил туда, куда надо. Я занимаюсь этим каждый день. Это все равно как чистить зубы, простите. Потому что еще раз, сегодня весь мир открыт, эфир открыт. Уже же изобретения все из эфира. И вы посмотрели про кого-то, фейки, и все, и попали куда надо. Вот я сейчас, ну, в следующий раз я вам расскажу об одном фейке, который я тоже чуть не пропустила. Но там вот я хотела выпустить, сделала уже передачу, но я вторую часть ее выпускать не буду, где я читаю письма от моего друга, как он болеет коронавирусом. Я лучше по новой это зачитаю. Это будет отдельно. И какие признаки у него, у его подружки там. Вот. И потом я стала читать статью из интернета, в которой рассказывается о том, что все элиты драг-хреналином каким-то пользуются там одна. Ну да, есть такое-то. Я тоже об этом отдельно скажу. Лучше немножко скажу. Много не буду. Но фейков сейчас полно. Все эти фейки создаются только с одной целью. Выискиваются люди живые. Живые есть кто среди вас? Кому я вещаю? У которых открытая душа, открытая энергия. Везде, да? И тогда вот эти твари, ползучие, проникают в разные места нашей там жизнедеятельности. Ну, назовем чакры, точки, да? Поэтому каким-то образом мы должны расширять сознание до такой степени, чтобы звезда только во лбу горела, месяц подкосой блестел, и у нас не нужны вот эти вот все, как это сказать, вся наша жизненная сила должна распределиться и войти в наш третий глаз. Мы должны стать вот этой силой, чтобы перейти, чтобы перейти в новый мир, и чтобы набраться этой силы, нужно сосредоточиться на чело века, на челе, то есть здесь вот стать челом. Все остальное следует просто отбрасывать. Все остальное это только элементы, которые нам не нужны. Но эти элементы могут использовать ползучие элементы, гады, которые могут проникать в ваши чакры. Вот буквально тут на днях это могут быть покойники, извините, те, которые умерли, но они не хотят идти на суд, они не хотят там куда-то двигаться на перерождение или еще куда-то, и они могут болтаться у земли или рядом с вами там, или еще где-то. И вот с этим нужно вести борьбу. Покойники, части живых, вот как по Насимкову, вы мои адепты. Виссарион создал адептов. Мегре создал адептов. Он не только выкачивает с них деньги, он пытается расселиться во всех, потому что я помню, что когда я уезжала от Мегре, пожив у него в Геленшике, в его квартире, насмотревшись ужасом, он мне сказал, отныне ты будешь подчиняться мне, я буду тобой управлять. Вот очень многие эти особи, ползучие, которые учат других летать, сами не умея, они пытаются, вот как летать, но сам не умеет, значит, надо войти в своих адептов, и через них действовать. Но входят-то они в вас и отбирают вашу силу вместе со своими болезнями, болячками. Вот смотрите, Островский, посмотрите на него, какой он недоделанный. Он сам весь болен, он учит, как правильно питаться, но сам он болен, и сам он весь, у него вид вообще просто пытается там замариновать это все, но вид у него болезненный, нездоровый. Пусть, допустим, я вот сейчас не причесана, там еще какая-то, ну я просто мылась там, и все такое. Но я здоровый человек, понимаете, здоровый. И вот к таким вот здоровым пытаются поселиться больные, ползающие твари, которые пытаются проскочить в новый мир, чтобы там чего-то добиться. Все, будьте внимательны, очищайте себя каждый день, каждый день. Все, спасибо. С вами была Мария Карпенская. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин